Всем привет! У нас сегодня с вами шаурма. Ребята, вы только на это посмотрите. Я хочу, чтобы у вас был фокус на еде, потому что она просто великолепна. Сейчас попробую вам показать всё. Вы только на это посмотрите. Здесь, ребята, 8 видов разной шаурмы. Ох, так ставлю на место, потому что это просто неподъёмно. Эту шаурму мне доставили из места под названием шаурма-бар. Вот так вот она выглядит. Контакты, ссылки на ребят оставлю в описании. Ребята, это всё выглядит просто муа-муа-муа. Давайте пробовать. Это, в принципе, ребята, это все виды шаурмы, которые у них представлены. Сейчас будем пробовать. И сегодня, кстати, интересная тема. Кстати, 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 подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Там мы будем разыгрывать в эту субботу уже колонку. Умную колоночку. Слушайте, я прям... Это первая шаурма. Мне она была очень интересная, когда я заказывала. Давайте я поставлю. Ребята, это шаурма с креветкой. Я их всех поделила пополам, ну, чтобы мне было просто удобнее есть. Пробуем. Тут креветка, по-моему, в кляре. Помидорчик. Топ. Знаете, та шаурма, которую не страшно есть. Ребята, сливочный соус. Большие креветки. Вкусно. Так, мне надо какое-то место взять, куда я буду откладывать, потому что я хочу попробовать все. Подождите. Ребята, и у нас сегодня с вами интересная тема, кстати говоря. Так, вот это я уже пробовала. Сырные шарики. Балдеж. Это машина слова, балдеж. Заказала еще сырные шарики. Курочку барбекю. Картошку. Это все меня ждало два часа где-то. Абсолютно нормально. Ничего не расползлось. Картошечка еще была теплая. Топ. Давайте ножку попробуем. Тема интересная. Сейчас уходим. Ножки с дымком. Слушайте, очень вкусно, как будто бы они готовят на огне. Вкусно. Это крылышки, по-моему. Крылышки немножко. Все такие маленькие ножки. Я не знаю, вкусно. Девочки, прям хорошо. Говорю шепота, Марина спит. Давайте дальше посмотрим. Это миланская, ребят. Это миланская шаурма. Блин, ребята, это очень круто. Честно, это прям, знаете, шаурма нового формата. В том плане, что такой большой выбор разных вкусов. Я не понимаю, это как будто бы, короче, тут оливки. Знаете, такая, как будто бы еще с рыбой или это мясо куриное. Как будто тунец. Не понимаю до конца. На миланская просто топовая, если честно. Из-за оливок такой тонкий вкус получается. Я хотела каждую по чуть-чуть откусить, но не могу. Убираю. Знаете, тут итальянские вот эти вот мотивы. Я вижу, что помидорчики вяленые. Оливки. Очень вкусно. Ребят, это прямо, знаете, заявка на... Ну, как бы в ресторанчике вы бы заказали себе шаурму. Короче, о чем хотела поговорить. Ребята, у нас... Ну, в общем, как бы, знаете, правильно сказать. В общем, мои подружки, мои подружки... Здесь уже участились такие случаи у моих подружек, что они встречаются с женатыми. Раньше такого не было, девочки, я вам честно скажу. Раньше такого не было. Но сейчас уже две моих подружки встречаются с женатыми и говорят мне о том, что... Ну, типа, знаете, как все говорят? Я, конечно, против этого. Это мое табу. Но вот конкретно этот случай... Типа не считается. Поняли? Я не знаю, как вообще на это смотреть, если честно. Потому что, девочки, наверняка для вас это тоже табу. Ой, ребят, у меня же еще суп. Это суп, ребят, что-то я не открыла, затупила. Это азиатский борщ или что-то вот в этом духе называется. Давайте попробуем сразу. Мне было очень интересно, поэтому я сказала, что же такое азиатский борщ. Котлоу обалденный. Так, пробуем азиатский борщ. Угу. Это борщ? Острый. Чарли, куда? Он реально остренький. Девчата, он острый, я ему дала. Нормально? Короче. Все говорят одно и то же. Что, мол, я против, но я встречаюсь, потому что мне он нравится, я хочу это попробовать. Мне пофиг. Короче говоря, люди находят себе оправдание. Оправдание и встречаются с женатыми. Я думаю о том. Вот я сразу, знаете, я всегда пытаюсь встать на место человека. Ну, я думаю, вот, допустим, я ни мужа, ни детей. И вот попадается какой-то, типа, женатый мужик. Так, наверное, мне бы было бы, ну, я бы не хотела с ним встречаться, потому что я не хочу рушить семью, а встречаться для чего? Типа просто так, мне бы это было неинтересно. Так. Ребята, это просто топ. Это, боже, 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 посмотрите. Эта говядина, по-моему, сувит. Блин, я обожаю говядину сувит. Это просто невероятно. Давайте попробуем. Сплошняком говядина. Обалденно. Ребята, я вам рекомендовала миланскую, рекомендую говядину. Если честно, я удивлена. С учетом того, что эта шаурма пролежала у меня тут 2 часа, и она не раскисла. Она, видите, сама, сама какая. Такая начинка. Это для тех, кто хочет шаурмы, и не хочет, чтобы потом ему было не очень. Знаете, как это бывает, когда съешь шаурму, и доедаешь ее, и тебе уже не очень от нее. Вот это такая шаурма. Она, как, знаете, форматом бургера. Ну, вот что-то такое. То есть она очень хорошая. Ну, короче, вот они говорят, что, типа, вот, ничего страшного. Как бы, там, домой просто так. Мне кажется, это уже возраст. Когда к тебе к трикцатке, ты уже такой думаешь, ну, окей, ладно. Но мне кажется, я не хочу, знаете, быть святошей. У каждого свой путь, и я прочитала статистику, что порядка в России, порядка 30% женщины заменяют в браке, и 40% мужчин. Мне кажется, даже, наверное, больше, наверное, люди не признались. Вообще, по миру, статистика, там, 50 на 50. Типа, представьте, 50% людей изменяет своим партнером. Мне кажется, что, если бы, ну, вот, опять же, я просто про себя думаю. Как быть, нужно работать над отношениями? Либо, если ты понимаешь, что это уже, ну, как бы, ну, все, то все. Ищи, иди других. Это зачем изменять? Так. Это мексиканская, ребят. Я вот так вот вам буду показывать. Мексиканская, я думаю, она как буррит. Просто, наверное, когда ты изменяешь, то ты уже, ну, в какой-то, знаете, находишься в тупике в каком-то вообще. И, ну, не знаю, мне кажется, лучше работать над отношениями своими, которые у тебя нормальны. Потому что хоть заизменяйся, хоть будешь ты менять партнеров каждый год, каждый месяц, все равно одни и те же проблемы у пар. И поэтому нет смысла вообще никакого. Так, ребят, у меня тут проснулись мои близкие, любимые, родимые. Так, в общем, пробуем. Вот, где еще? Чарлик, вообще не к месту. Пробуем. Это мексиканская. Чарлик. Я думала, что она будет как буррита. Нет, это не как буррита. Это халапеньо, это как шаурма, но с мексиканскими мотивами. Мне кажется, что надо работать над своими отношениями и не искать, во-первых, проблем себе лишних. И все у тебя будет нормально. Но, как я вижу, что очень многие мужчины изменяют. Я не веню, на самом деле, девчонок. Они свободные. Я веню мужчин, которые, ну, знаете, рассуждают на уровне инстинктов. Ну, короче, это ужасно. Зачем отравлять жизнь себе и другому человеку? Потому что все равно, когда ты в измене, мне кажется, ты все время как будто бы как вор какой-то. Как будто тебе надо, чтобы тебя там не улечили. Вот, понимаете, да? То есть ты все время в этом живешь. Мне кажется, это ужасно, если честно. Прям. Зачем это нужно в жизни? Так. Это мурманский, по-моему. Ну-ка, сейчас попробуем. А мурманский, по-моему, вот с рыбкой, ребят. Пробуем. Прям, ну, смотрите, прекрасная шурма. Просто, я в шоке. Так, смотри. Это с рыбкой. Обалденно. Знаете, такой рулетик. Вот это прям рулет с рыбой. Он же с рыбы, да? Вкусно. Ну, так вот. Я считаю, что не нужно изменить. Я надеюсь, что я с этим никогда не столкнусь. Потому что я сама, я не хочу изменить. Я просто, ну, не хочу я этого. Потому что мне не... Ну, я представляю, что это такое. Я не хочу в эту грязь даже, ну, ввязываться, понимаете. И так, ладно. Чизбургер. Давайте попробуем чизбургер. Посмотрите, там тоже что-то максимально мясное. Пишите, вам вообще изменяли? Может, вы изменяли? Как ощущения? Мне кажется, отстойный. Если ты человека еще как бы, ну, любишь, какому-нибудь любимому изменяешь, это вообще трэш. Но если ты хочешь дальше с человеком продолжать отношения, и ты ему изменяешь, то просто, мне кажется, ну, это очень-очень тяжело. Ты сам себе стреляешь в спину или в ногу. Ммм. Побом. Чизбургер формата, как вот этот вот сулит. Очень много говядины. Это просто, девочки, там. Обалденно. Тут столько сыр-чизбургер и морковка по-корейски. Еще бы это все есть горячим. Ну, ребят, сори, это все привезли горячим. Просто я пока, ну, понимаете, пока то, пока сё, пока Арина, которая уже проснулась. Так. Запиваем супцом. В общем, вот так. Будьте внимательны к своим мужчинам. Кто вообще-то придумал, что телефон это личное пространство? Но я, если честно, даже не резу телефон, потому что мне не до этого. Так. Это тоже такая красота. Посмотрите, мясная. Беллингтон, по-моему, она называется. Вот эти вот мясные, ребята, я прям рекомендую. Прям очень хорошая говядина. Это вот сейчас я подскажу, как называется. А, Беллингтон, лондонская Беллингтон. Вот они по 850 рублей, остальные по 600-650. Ну, посмотрите, сколько говядины. Это оправданно, ребята. Это прямо, это лучше, чем бургер. Тут просто целиковая говядина. Мне кажется, это и полезнее как будто бы. Вот менее жирно. Ухо. Очень вкусно. Очень вкусно что это. Шпинат. Я прям язык себе прикусила. Там леоная говядина. Ребята, это очень вкусно. Тут какой-то такой сливочный шпинат. Или сладковатая вот такая вот подлива, я бы назвала это. Зеленая. Очень вкусно. Вот это прям мой фаворит Веллингтон. Чизбургер, она попроще. Веллингтон более сочная. Соли, ладно. Сливки. Обалденно. Видите, количество мяса. Это просто. Как будто ты ешь гуляш какой-то. Вот что-то такое. Очень вкусно. Так, и а это что? Или просто стамбульское? Пробуем. А, у нас была стамбульская с говядиной, а это просто стамбульская. Так, с курицей. Я случайно заказала два вида похожих. Ладно. Слушайте, ну пробуем. Это у нас с курицей. Но она немножко, видите, уже как бы склеилась чуть-чуть. Потому что лежала. Вкусно. Начинки идеальны. Стамбульская иначе подойдет для тех, кто любит классическую шаурму. Мы были в Турции. Типа кажется, что Турция и шаурма, кебабы это что-то одно и то же. Но в Турции, ребят, такая дурацкая шаурма. Они просто какую-то типа котлетку заворачивают в лаваш и добавляют чуть-чуть зелени. Вот у нас шаурма просто топ. Обалденно. Ребята, посмотрите, сколько у меня получилось огрызков. Я это все буду доедать. Это очень вкусно. Гобятина, у ребят, обалденная. Давайте еще ножку. В общем, мое мнение как нормального человека, что нужно работать над своими отношениями и не искать более зеленую траву в чужом огороде, понимаете? Потому что это бессмысленно. Для себя я сделала такой вывод, что я не хочу изменять, я не буду изменять. Лучше сразу уходить, чем понимаете? Тут тоже вопрос, а если у тебя дети, да, там вот к мужику вот, не изменяйся, не надо изменять. Хотя говорят, что все мужчины изменяют, я не знаю. Но у меня в моем окружении уже есть, видите, такие случаи. И не один случай. поэтому что сказать? Пишите, как у вас, но я не рекомендую. Мне кажется, это сложно потом самому с собой будет договориться со своей совестью. Если вам совесть позволяет, делайте. Но я не хочу как бы но это лично понимаете мое мнение. А люди вон изменяют как бы. По мне лучше сразу расстаться и не портить жизнь ни себе, ни партнеру. Знаете, не забирать драгоценное время друг у друга. Потому что такое слово тоже прекрасно, абсолютно резко. потому что живем мы один раз и не любите расставайтесь. Из-за детей не надо я думаю жить. Детей можно и так воспитывать, видеться, нормально проводить время. А жизнь отравлять друг другу не стоит я думаю. Потому что если партнер изменяет, значит у него есть какие-то уже сразу неудовлетворенность и вместо того, чтобы решать эту неудовлетворенность, он идет просто к другой тетке. Я тут никого не виню на самом деле, просто я не понимаю этого. Мне это непонятно. Слушайте, вот эта шаурма это просто топ. Ребят, шаурма бар, спасибо вам большое, очень вкусно. Честно, если мне захочется шаурмы, в следующий раз я буду заказывать вот у ребят. Веллингтон. Там леная говядина, вы понимаете? В шаурме. Как? Как вы это сделали? Как вы придумали это все? Вкусно. Ну, просто. говядина. Шикарно. Посмотрите. Не знаю, насколько это видно на камере. Вот столько шаурмы мы с вами сегодня попробовали. А эти отки больше прикольно. Особенно, знаете, мне кажется, зайдет с похмелья. если вы выпили вчера хорошо и хотите похмелиться. Не похмелиться, а чуть лише, чтобы вас отпустило. Знаете, такой наваристый бульончик, он тоже, блин, обалденный. Посмотрите. Честно, я удивлена. Хорошо удивлена, потому что вкусно. Если бы я 1 января заказывала себе обед, я бы заказала себе вот такой азиатский суп, азиатский борщ и вот шаурму Веллингтон. И, конечно же, морсик. Своих девчонок я не знаю, я не осуждаю, говорю делать, как, знаете, это как бы не ты, так и другая. Как бы тут тоже, знаете, так. Если хочешь. Я женщин не виню, я виню мужчин. да и мужчин, ну как бы, ребят, жизнь настолько, знаете, многослойна. Просто так бывает и никто не прав, никто не виноват, просто так бывает. И я думаю, что в дальнейшем, может быть, когда мы станем более развитые, такое перестанет происходить. Ну, как вы согласны со мной? Я просто не готова резко говорить, мужики-козлы, бабы-дуры. Просто люди делают такие бредовые, выбор такой бредовый. Вместо того, чтобы привести время с своей женой, ну, как-то улучшить их отношения, люди выбирают просто самый глупый, самый, кажется, им легкий путь, там, встретиться с другой женщиной, разрядиться, и, ну, как бы, свои-то проблемы ты не убираешь, ты даже не маскируешься, наоборот, еще больше себя загоняешь в какую-то яму. И, понимаете, там мужики, которым уже там, блин, с ума выжили. Молодые люди, нахрена? Нахрена тогда вы женились? Просто. Нахрена! Не знаю, девочки. Прощать ли измену? Вот, кстати, прощать ли измену? Я не знаю. Наверное, если ты сможешь простить это реально, прощай. Ну, мне кажется, такое не прощается. Если ты узнаешь, что человек, ты уже к нему, уже так прежнего доверия не будет никогда, если ты узнаешь, что такое вот случилось. И ты равно будешь думать, что когда-нибудь это дослучится снова, да? Ну, а как? Ну, так. не раскидывайтесь с собой. Все у вас будет хорошо. Ребята, это было вкусно. Боже, у нас радио няня появилась. это было вкусно, в общем, советую, попробуйте. Вы видели моих фаворитов. Честно, говядина прекрасная. Вкусно. Был такой прикол, я помню, типа, то, что в шаурме осталось на дне пакетика, можно использовать как духи. Мне это очень прикололо в какой-то момент. Ну, типа, но здесь, я скажу, от этой шаурмы можно, потому что правда вкусно. Все, ребята, всем пока. Не изменяйтесь своим вторым половинкам. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы разыграем колонку уже в эту субботу. Уже так скоро. Давайте, давайте, скорее. Заходите. Всем пока.